здравствуйте мои дорогие я снова рада видеть вас на своем канале ну что девчоночки сегодня новый урок поехали и так вчера мы сделали первую ручку этой клиентки сегодня будем делать вторую на второй руке у нас было покрытие кошачий глаз мы его быстренько спиливаем убираем длину и быстренько выполняем коррекцию как вы помните вчера на первой ручке этой клиентки мы с вами сделали маникюр для мужа к празднику 23 февраля сделали потрясающе красивый дизайн сегодня на этой руке мы будем делать дизайн к 8 марта но при этом использовать те же самые зеленые оттенки которые использовали вчера то есть у нас такая себе мужская и женская рука получается но для того чтобы делать дизайн надо выполнить коррекцию коррекция в данном случае безумно простая ничего сложного нам нужно просто поднять немножечко вниз клюнувшие ноготочки выпрямить нависающие нижние стороны выровнять все наши ногти по осям пальца в принципе на этом все сейчас кто-то сидит на той стороне экрана и думает вот это вот она сказала все просто и как начала перечислять какие-то непонятные слова что же надо с этим делать и вообще стало ничего не понятно и вообще она загоняется и зачем она сказала что это просто если это так сложно но дело в том что если вы понимаете на что нужно ориентироваться для того чтобы посмотреть ровный ноготочек или нет для вас уже никаких не составляет проблем с тем чтобы что-то выровнять осмотреть надо на боковую ось пальца найдите для себя боковую ось пальца и по ней смотрите нижние направляющие и площадку вашего квадрата если давать для вас все-таки совершенно непонятно что такое нижние направляющие что такое площадка ссылочку на онлайн курс по моделированию квадрат я вам оставлю в описании мы там все это разбираем от и до понятно будет каждому мы же тем временем моделируем новые квадратики выкладываем материал со сдвигом к свободному краю потому что свободный край нам нужно поднимать напоминаю у нас вниз растущие ноготки и после того как у нас все 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 хорошенечко просохла опиливаем архитектуру можно опиливать все полностью фрезой но я люблю пилить фрезой только излишки а потом остальное допиливать пилочкой а пил у меня занимает максимум 20 минут на все ноготочки и те люди которые говорят что мы работаем в технике без опила точно также 20 минут пилят ногти минимум 20 минут а то и больше потому что как бы там ни было техники совсем без опила не бывает гель это материал который под воздействием силы земного притяжения в лампе опускается на бока и как бы вы там вокруг него с бубнами не прыгали не пытались его выложить без опила у вас ничего не получится он все равно в лампе стечет и как бы там ни было вам все равно нужно будет взять пилочку и пройтись по бокам по торцу и по свободному краю пускай вы не будете пилить линию кутикулы хотя я тоже с этим не согласна у кутикулы лучше материал свести в ноль чтобы не было никаких отслоек чтобы материал отрастал без видимой какой-то дорожки без видимой границы в общем по итогу как мы понимаем техника без опила это берем пилку и пилим поэтому зачем тратить сто тысяч времени часов на то чтобы стараться выложить материал без опила если вы все равно возьмете пилку и будете пилить объясните мне в комментариях пожалуйста эту логику я например ее не понимаю поэтому мне всегда проще минимизировать время на выкладке выложить как-нибудь а потом взять пилочку и опилить тем более если пилить четко если пилить правильно то опиливается довольно таки быстро ну а теперь переходим к покрытию и обращаем внимание на то что я плохо убрала с кожи кутикула ремувер который белыми пятнышками виднеется на кутикуле но это я увидела только сейчас при монтаже при озвучке поэтому ну ничего с этим не поделаешь это не кожа это не до обрезанный маникюр это плохо убранный кутикула ремувер мы же тем временем делаем покрытие покрытие делаем следующим образом у нас все пальчики такого же зеленого оттенка как и предыдущая рука а два пальчика на которых мы будем выполнять дизайн покрываются вот таким вот полупрозрачным молочным оттенком при этом нам не нужно плотность покрытия потому что это будет задний фон это будет подмалевок под наши цветочки мы всего лишь задаем тональности потом теми же зелеными цветами которыми рисовали камуфляж делаем вот такие вот размазюки мазки не знаю фигню какую-то рисуем короче закрываем глаза и рисуем как рисуется стараемся рисовать таким образом чтобы у нас оставался и цвет нашего покрытия и в то же время мы приблизительно прикидываем себе где у нас будет в дальнейшем находиться цветочек и где у нас необходимо оставить под него место для полного кайфа добавляем еще немножечко блесточек смешанных с финишем развозюкиваем их по поверхности перекрываем ноготочки финишем и переходим к созданию цветов цветы будем рисовать в моей любимой мазковой технике вырисовываем сначала первый уровень цветочка потом на него делаем в серединке тени и поверх теней вырисовываем еще слой цветов получается очень глубокий очень красивый цветочек а и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...